Мы спустились с горы на нашем доме на колесах, отдали котов в кошачий отель и прилетели домой к Ирис в родной ее город под названием Мэйджо. И все это для того, чтобы я сделал визу в Китай, потому что она у меня кончается. И да, я в Китае уже 7 лет, и я не гражданин Китая, я на семейной визе. Поэтому давайте сделаем визу. Машинка сестры Ирис. Как раз по размерчику машинка. Полетели. Запрыгивай. После большого 4-тонного автодома эта машинка кажется каким-то мопедиком. Реально. Такая, блин, жесткая. Фух, ребят, мы приехали, все документы собрали. Я не знаю почему, у меня всегда какое-то волнение перед подачей на визу. Мало ли не дадут, мало ли что-то будет, блин, такое нехорошее. Короче, я волнуюсь, Ириска. Ты волнуешься? Да. Погнали. Получение визы это как вытянуть лотерейный билет. Никогда не знаешь, насколько тебе дадут визу. Это очень напрягает, конечно, но я надеюсь, все будет хорошо. Ура, 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 мы подали визу, и теперь можем ждать 7 дней. Предлагаю вам, ребята, провести эту неделю вместе с нами. Мы хотим сделать Ирискиной маме сюрприз. Вот этот фрукт, это супер дорогой дуриан. Я обожаю дуриан, но я никогда себе такой не покупал, потому что он реально дорогой, и я жмотился на сам на себя, но сейчас вот я хочу купить, дать попробовать Ирис маме, ну и самому заодно поесть немного. Я хочу воды, да. Хорошо. Взвесь, сколько стоит? В Китае лучший подарок не цветы, а дорогой дуриан. Ты поняла, что я сказал? Да. Что я сказал? В Китае хорошие праздники, не флор. Это дуриан. Хорошо, хорошо. Пошли подарим. Омен ее гени и тяшма. Тинси гени. Цико. Цико. Цико? Хау гуэй де лёу лень гей ни цико. Ага, мы не могли, нам надо было Chef. Гей ничьи цико. Эээ, у байда, цико. Убай. Чико? Ни хаоу! Ни хаоу! Ни хаоу! И они его специально замораживают Короче, я сам не пробовал никогда Хочется попробовать побыстрее Пусть здесь около 2 часа Ага И когда это не так тяжело А когда пива не так тяжело Мы можем открыть И потом поставить на время Ни хаоу! Ни хаоу! Ни хаоу! Четыре месяца, ребеночка Китайчонок! Маленький китайчонок И риска простужена, поэтому в маске Дуриан пока не будем кушать Потому что мама приготовила ужин Картошечка Зеленушка обжаренная Это свиные копыта С засушенной зеленью Фасоль и колбаса обжаренная Китайская такая сладкая колбаса Конечно же рис И супчик с корешками Полезный Я говорю Что это такое? Она говорит корешок Кушай Можно, можно Кай Безвкусный Тягучий такой корешок Ребенок заплакал И он пошел за ребенком Потому что в планшете Он видел камеру ребенка Я смотрел Блин, они разговаривают на своем диалекте Я их вообще не понимаю То есть я знаю общий китайский Мандарин А они говорят на Кэдзяхуа Момент истины Пахнет уже вкусно Вау, он такой еще идеальный Посмотрите А ну открывай риск Так он еще холодный Блин Надо было его сразу раскрыть Короче блин уже все готовятся ко сну Поэтому будем кушать его завтра Нас разбудила мама Ирис с самого утра И сейчас мы поедем к Ирис бабушке и дедушке Там мы попробуем дуриан Короче хотят отнести мебель бабушке с дедушкой в деревню Вот эту штуку Но не можем засунуть В общем припарковались Сейчас пойдем кушать завтрак Никому не хочется готовить завтрак Поэтому будем кушать в кафешке Ириска немного выше своей мамы Такая вот забегаловка Все здесь завтракают Как видите Китайцы прямо тут и готовят Вот этот ингредиент И он прямо вот там вот готовит лапшу Или супчик для лапши Не знаю Тут все очень дешево Смотрите самое дорогое блюдо 20 юань Это примерно 3 доллара Лапша с говядиной Не знаю А я понял Они берут горячую воду отсюда Вот добавляют туда Потом там же и готовят лапшу Вот используя эти сырые ингредиенты Получается очень быстро Потому что в Китае важно Чтобы было быстро приготовлено Все спешат Мужчина готовит суп Используя здесь разные ингредиенты А вот женщина вот там вот готовит Разную лапшу Вот здесь вот И вот такой вот у них семейный бизнес Здесь Супчик готов Обалдеть Так быстро Особенность этой лапши Что она приготовлена на свинином жире Вот И она вот такая вот Вкуснее Типа считается А вот как готовятся рисовые блинчики на пару Сейчас я вам все покажу Вот такая паровая машина Вот такая вот большая поверхность Он обмазывает ее маслом Наливает какую-то белую фигню Непонятно что это Рисовая постная Насколько я знаю Это рисовая и постная Вообще там ни молока Ни ничего нет Добавляет яйцо И чуть-чуть мясо Размазывает все это Немножечко зеленушечки Включает вот эту машину Паровую И вставляет Ждем пять минут Это очень знаменитый китайский завтрак Но только на юге Китая Даже пяти минут не прошло Минуты две прошло И потом вот так вот он собирает этот рисовый блинчик И складывает И вот такой вот рисовый блинчик получился Также к рисовому блинчику есть вот такой вот Соевый соус с жиром Взяли с собой Чтоб чисто вам показать Потому что мы уже в принципе наелись Держи Ирис бабушка с дедушкой живут два часа езды от города в супер глухой деревне Сейчас вы увидите Короче где-то остановились Нужно зарядить машину Вот быстро зарядка минут 15 и эта машинка будет полностью заряжена Давай Ирис давай давай я в тебя верю Ого Что это было Петя помоги Что? Родители хотят полететь в отпуск на новый год Но ведь до китайского нового года еще несколько месяцев А покупать билеты на самолет лучше уже сейчас А если покупать через Альфа Тревел то получишь кэшбэк 10% за авиабилеты Куда надо купить билеты? Куда хочешь доступны любые авиабилеты и кэшбэк на любую сумму Главное оплатить картой Альфа Банк А если у меня нет? Можно быстро оформить карту Альфа Тревел специально для путешествий А также копить мили и кэшбэк для будущих путешествий А когда его можно тратить? Начиная с 10 числа за перелетом Например, полетим в ноябре, получим кэшбэк в декабре Давай и для нас поищи билеты куда хочешь полететь? В Таиланд Переходите по ссылке в описании и получайте кэшбэк 10% За покупку любых авиабилетов, купленных до 30 ноября Мама Ириски очень традиционный человек Она нашла какого-то местного мага-целителя, врача Потому что Ириска кашляет и говорит Надо полечиться Вот она мама Давай, говорит, сейчас наберем травок, корешочков, кордеревья Сделаем тебе супчик и выздоровеешь Ириске Мама говорит Да? Да-бу-да Вот такое тут традиционное место, смотрите И вот, говорит, здесь вот врач Ну типа как доктор И он продает вот разные корешочки, короче, листья, корочки, дерево Блин, да что у него тут только нет Вот китайская медицина, вот такая вот вся, ребят Все из натурашки, все из натурашечки О, сок И тут прям как у Гарри Поттера Просто все, очень-очень много всего А вот и доктор Нига Короче, доктор слушает Ирис по пульсу И сейчас будет определять диагноз Делает вид, что типа знает что-то Потом спрашивает, что в чем дело Потом прописывает травки Блин, я бы перевел, но ничего не понимаю А, они говорят на своем диалекте Вообще, я ничего не понимаю Выписывай диагноз Ирис, что он сказал? Все нормально с тобой? Да, все нормально Окей Вот так вот в Китае доктор здесь и живет И работает, собирает, наверное Ходит эти корешки, потом лечит людей Давайте посмотрим, как он живет А, тут у нас Тоже что-то с медициной связано А, тут капельницы ставят Китайцы очень любят капельницы И вот видите, они ставят часто вот эти капельницы Я не знаю, раствор этот Вот Ну тут стиральная машина Тут у нас Типа как гостиная, по-моему Дальше Выход Во дворик А, вот тут кухонька, смотрите Пахнет едой, что-то каши варит Тут у нас Типа дворик А что готовят Давайте посмотрим Ай, красота Тут у нас что Какая-то Кладовка Ну и все Там мы на второй этаж Но я уже на второй этаж не пойду Сильно нагло, наверное Вот Так, сказал Ирис Нормально все с ней, но все равно что-то прописывает Он говорит, первый раз иностранец к нему пришел Ага Это собрали Это для А что он там делает? Отбивает Отбивает Медицину ирис Короче, он что-то насобирал Ириски Вот Орешки какие-то, травки Две порции Еще добавил Короче, очень много всего добавляет Видите? Вот у него тут целый список Короче, я спросил, как готовить это Двадцать пять минут вываривать на медленном огне Пока оно не превратится в такой, знаете Супец Вот такая вот китайская традиционная медицина Она говорит, а у вас там нету, да, таких типа Такой медицины? Говорю, нету Добавил фиников и имбирь для вкуса, смотрите Два финика и один кусочек имбиря А вот для сестры Ирис набрали Тот же типа для иммунитета, наверное, не знаю А вот Ирис, смотрите сколько всего Такой чисто деревенский алхимик на деревне Круто Очень круто На самом деле я реально, ну, респектую Этому подходу к медицине Я считаю это круто Как вы считаете? Помогает ли это? Напишите в комментариях Так, алхимик считает Интересно, сколько будет стоить Двести шестьдесят юаней нам обошлось за Ирис и за сестру На четыре дня, то есть этих вот травочек попить на четыре дня Это примерно тридцать долларов, наверное, даже больше Тридцать пять где-то Нормально Ура! Мы прибыли! Деревня, деревня, тишина и спокойствие Дедушка уже кашеварит Никогда не привыкну к тому, что в Китае они обнимаются Вот просто привет и все Наверное никогда не привыкну к этому, блин Бабушка здесь у вас Ох, сколько курочек у них тут, смотрите Бабушка вон Ого, у них тут прямо, смотрите, целое место, где пасутся курочки Смотрите, а вот домик для курочек Шо ты, курица? Шо ты на меня смотришь? Иди сюда Ого, нига Бабушка живчик вообще Ни хрена не понимаю, она на своем диалекте разговаривает Кстати, бабушка здесь единственная, которая не говорит на том диалекте, над которым разговариваю я То есть на мандарине Путанхуа Она говорит на своем диалекте, только дедушка чуть-чуть может коммуницировать со мной А вот с бабушкой я вообще никак не могу Эти диалекты реально очень отличаются, поэтому вообще понять друг друга нереально Хотя это один китайский язык, то есть иероглифы те же Но произношение другое Это петух шо ли? Шо ты? Вкусный? Куай Соседи пришли к нам Боже мой, я первый раз вижу настолько маленькую бабушку, ребят Чтобы вы понимали Она меньше, чем сестры Ирис вообще Ни хао Тадо да Тадо да Тадо да Тадо 87 лет бабушке Итак, наш китайский стол Деревенский китайский стол Ну, понятное дело, бамбук с мясом Проростки бамбука Так, это видимо кишки Я так и не понял, что это, не знаю Кишки с перцем Зеленый лук с мясом прожаренный Пареное сало, свинина копченая Ну, понятное дело, у каждого мисочка куриного супа Огромные, огромные зеленые пельмени Китайские такие Парные Так, тут у нас тушеные ребрышки свиные Ну и, конечно же, тофу с зеленым луком Огромный, огромный стол Это такой китайский сладкий чай в банке Все очень громко чавкают А если чавкают То в Китае это считается очень вкусным Короче, да, это все-таки кишки Я не знаю, что со мной, но они реально вкусные Я, наверное, уже полностью акитализировался Блин, они еще не просто с перцем, они еще с квашеной капустой Это очень вкусно Свиные кишки Звучит ужасно На вкус хорошо В натуре, походу, акитализировался Конечно же, чаепитие после еды Каждый день зеленый чай И сами его причем делают Я уже и забыл про наш дорогущий-дорогущий дуриан Ну, слушайте, по-моему, он помягчал Помягчал, по-моему, немного, но все равно голодный Блин, ну как вот такая фигня может стоить 70 долларов? Хорошо, давайте попробуем, почему Он говорит, не надо такие дорогие вещи покупать Я говорю, да ладно, типа, давайте попробуем А как открывать его, я не понимаю, дядя Мама тоже не знает, как открывать Ага, я понял Так, видите, вот швы такие вот Я думаю, по швам нужно пройтись вот так вот Смотрите, засовываем ножичек И вот так вот потихонечку будем сейчас открывать его Ох, блин, как тяжело Давай, раз, два, три Вот он, блин, представляете, как дорого это будет стоить Вот этот кусочек Он еще холодный, капец, смотрите Еще, еще снег там Так, давайте пока еще никто не пришел сюда Я попробую первый, как говорится Блин, такой желтый, такой красивый Пахнет очень вкусно, так кремово пахнет Ну, давайте пробовать Ого, офигеть Я как будто бы масло сливочное надкусил Просто такое жирное, такое сладкое, такое вкусное Первый раз такой дуриан ем Обычно дуриан не настолько насыщенный, как этот Вот почему он такой дорогой А ну, Ириска, пробуй Вкусно Как конфета Как конфета Как конфета Как конфета Как дуриан Как дуриан Дедушка тоже первый раз пробует такой дорогой дуриан Я очень вкусно Я очень вкусно Очень вкусно Очень вкусно Реально вкусно Реально хао-чи по-китайски Хао-чи Хао-чи Форма, конечно, не самая приятная Выглядит, ну, вы сами поняли как Так, папа ребенка Он, кстати, единственный китайец, который не любит дуриан Представляете? Первый раз встречаю китайца, который вообще не любит его и не ест Мама Ирис заходила к нам каждые 20 минут и разговаривала с нами, чтобы разбудить Ну и, понятное дело, мы встали Короче, бабушка что-то готовит тут Непонятно что Шкурки из-под дуриана Закинули сюда в куриный суп Попробуем, интересно И даже вон орешки, я смотрю Так, эта штука вроде готова уже Я не успеваю бабушку снимать, она такая быстрая Бам-бам-бам, уже крышку открыла Это, короче, какая-то рисовая лепешка, видимо В комнате стоит сейчас запах дуриана Прикол Приехали подружки мамы Ирис Вот сейчас будем вместе кушать Еда та же самая, короче Один раз приготовили и раза 4-5 Будем кушать одно и то же, блин Потом мы пойдем на ферму Собирать мангустины Или как их там называют? Пэшнфрут по-английски я знаю По-китайски байсянгу А по-русски, блин, не знаю По-английски знаю, по-китайски знаю, а по-русски не знаю Ага Цифан-ла Мама цифан-ла Ха-де А, нет, дедушка что-то новенькое готовит Как я уже говорил, в Ирис семье мужчины готовят, а не женщины Вообще, в Китае, мне кажется, больше мужчины готовят, чем женщины А они наоборот И у нас в семье с Ирис Ирис готовят, а я нет И маме это не нравится Она такая, ты давай готов иди А я нет Вот такой вот огородик у бабушки и дедушки Ирис И вот еще Про это место и про комнаты и так далее Я снимал более подробный выпуск вот здесь вот Я его сейчас отмечу Еда такая же, кроме вот новое блюдо Это грибы Называются wood ear Не знаю как по-русски, но на английском это wood ear Тоже с мясными шариками И ну вот новую зеленушку поджарили Клетчатка За семь лет брака с Ирис я сюда приезжал уже очень-очень много раз И для меня все это обыденно Поэтому напишите в комментариях, чего я вам недорассказал Чего вам хотелось узнать Может быть я что-то упустил Суп с дуриановыми внутренностями Со шкуркой внутри Интересно попробовать как его будет Это что-то новое для меня тоже Странный цвет супа, конечно, какой-то Давай Ириска, ты первая Ирис, бабушка не понимает вообще Ирис, почему она не ест мясо Тут не было мяса Она прям взяла палочками, кинула ей сюда мясо и разлила суп на Ирис Потому что в ее детстве, у бабушки детстве, они голодали Реально у нее там родственники умирали с голода Вот, а сейчас мясо полно А дочка, блин, не ест Ты что, офигела? А ну ешь и кинула туда ей мясо Блин, Ирис как сам в супе Ирис сказал, нет вкуса дуриана Очень сильный вкус дуриана Я прям чувствую его Слушайте, ну вкусно Блин, очень такой жирненький вкус Ну, курица жирная, видимо И вкус дуриана Мне нравится Не ожидал Я не ожидал, но мне нравится Ну и по традиции Китая Мы после трапезы сели пить зеленый чай И кушать сочное помело Пошли смотреть мед Пошли смотреть мед Пришел какой-то еще один сосед И говорит, пошли посмотрим мои пасехи Или как они там называются Смотрите, какое все древнее Такое все старенькое В этом комплексе уже практически никто не живет Все переехали в большой город Остались только там бабушки, дедушки И то не так много Как я уже говорил в прошлых видосах Раньше люди вот в Китае жили вот так вот В таких вот комплексах Все вместе в одном дворе С одним выходом из двора Потому что так выживать было проще Раз закрылся себе И всем комплексом сидишь там Прячешься от зверей там или от бандитов и так далее Блин, шо это у него там такое? Боже мой Охренеть Это шо, шмелей? Он шмелей держит, представляете? Чакагамада Аааа Я у него спросил, зачем это ему? А он говорит, это для того, чтобы делать алкоголь Самогонщик со шмелями Ёперный театр Чисто такой китаец Ребят, послушайте их звук Оказывается, это не шмель, а шершель Я подошел близко к клетке, не зная всей опасности Два-три укуса достаточно, чтобы убить человека Пошлите посмотрим алкашку, которую он делает из этих шмелей Посмотрите Это он всех, короче, в самогон закинул Всех вот этих пчел И пускай настаиваются Обалдеть просто Посмотрите, сколько банок Он говорит, это полезно для суставов Также сказал, что нужно вот так вот, чтобы они настаивались в самогоне целый год Рассказывает, как их Я понял Я понял Поняли, да? Он, короче, засовывает эту штуку Бьет по земле, где они там прячутся И они вылетают Потом он раз, закрыл Леу-леу-леу-леу-леу Леу-леу-леу по-китайски Это типа круто, круто, круто Короче, китаец понтуется просто Понтуется Прикол, прикол Вот это уникальный контент, да? Попался Обалдеть просто Ирис сказал, что вот этот мужик оказывается Ирис дядя, представляете? Вот, он уже заваривает нам чаёчек у него в хате, домашний зелёный чай, класс. Я у него спросил, как он нашёл улей? Он говорит, вот такую штуку, споймал одного шмеля, прицепил вот такую ленточку на лёгенькую лёгенькую ленточку на одного шмеля и проследил за ним, куда он полетел. Он говорит, к жопе прикрепляешь? Ага, 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 и так он и нашёл улей этих шмелей, обалдеть, и сделал водку шмелины, обалдеть. А, это накрыл, накрыл этим улей, чтобы никто не мог выбраться. Охотник просто, китайский маленький охотник. Ещё одевает, одевает полностью одежду, потому что шмели — это реально опасная тема, они могут тебя просто прикончить за две секунды. Вот, то есть он надевает обмундирование и идёт на охоту, скажем так. Не дай не сядь, а он скоро пойдёт туда, он говорит, за ними. Ага, ага, ага. Я говорю, можно с тобой? Он говорит, нельзя. Нельзя, опасно очень, очень опасно. Если я не ошибаюсь, вообще шмели — это самые опасные насекомые в мире. То есть очень много людей, вы поняли, да? Блин, я хочу попробовать эту водку, а есть ли у него готовая? Давайте спросим. Он говорит, давай посмотрим, есть ли нет. Ага, с прошлого года ещё есть немножечко наливочки. Ох, она же цвета другого, смотрите, ребят. Такая наливочка чисто. Ну что, давайте попробуем. Так, давайте на улицу, здесь светлее. Ну что, пробуем наливочку с шмелиной. Говорит, круто-круто-круто по-китайски. Вот этот знак не вы поняли, а это круто-круто-круто по-китайски. Вот так вот. Круто-круто-круто. А у нас это вы поняли, да? Пахнет сильно очень. Ох, какой сильный запах. Ох, ну градусов 60, по-моему. А не знаю, диду. Он говорит, хорошо, хорошо для вкус суставов. Я понял, я тебя спрашиваю, а диди году? Сколько градусов? Ну, Елис, помоги мне. 52 градуса. Я верю. Он как только заливает, 52 градуса. Потом через год, ну понятно, градус падает. Ну, блин, реально крепкая, реально крепкая. А ну, давай ещё. Сразу так по носу бьёт. Ирис, а ну, давай пробуй. Ирис, давай, 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 давай. Ну, чуть-чуть на язык, на язычок. Давай, 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 давай. Я не хочу. Не нравится? Нет. Она реально острая и крепкая очень. То есть, блин, ну, китайцы всю дорогу говорит, очень хорошо для суставов, для коленей говорит, хорошо. Так, ну мне нельзя пить, я же буду, наверное, за рулём, не знаю. Короче, вот такой вот китаец попался нам, старается. Дядя Ирис, оказывается. Ирис сама не знала, что это её дядя. Чаёчик. Чикс. На базу. О, вкусный чай, кстати, очень вкусный чай. Собираемся уже. Будем ехать. Хао, зайди. Учу их обниматься, потому что в Китае вообще не обнимаются. Зайди. Она вообще не понимает, что делать. Смотрите, она не понимает, что делать. Зайди. Пора их учить обниматься, что такое. Хао, хао. Что-то сказала, ничего не понял. Хао, хорошо, хорошо. Ближайше с бабушкой не могу коммуницировать нормально. С дедушкой ещё более-менее. Как и везде, бабушка с дедушкой надают сумок разных, там, продуктиков туда-сюда, всего-всего. Курочка? Is it chicken? Курочка. Курочку забили нам. А, она живая, живую курицу нам даёт. Как же тут всё-таки атмосферно. Просто. Класс. Бабушка контролирует всё. Контролирует. Лянга? Хащи-ига? Лянга. А, две, две курицы там. Обалдеть. Ха-ха-ха. Бай-бай. Мама за рулём, потому что я выпил эту наливочку. Она такая, нет, ты не сядешь за руль. Вот такие вот деревенские дороги в Китае. Не самые лучшие, но и не самые плохие. Так, пойдём кушать наши мангустины. А точнее, как он там? Не мангустин. Я посмотрел в гугле, но уже забыл. Всё, ещё раз посмотрел. Маракуйя. Маракуйя. Это русский. Пэшн фрукт. Это английский. А на китайском как? Байсян го. Байсян го. Погнали. На ферму. Так, вот у нас босс ведёт нас на его ферму Маракуйя. Погнали посмотрим. Ни хао. Картишки раскидывают, ребятки. Ни хао. Видели, кстати, на деньги играют? Интересно. Первый раз такое вижу. Потому что в Китае вроде бы, я не уверен, но это нелегально. Надо вот посмотреть в гугле. Здесь напишу. Это твой дядя? Да. Блин, сколько у тебя дядей и тёти? Не знаю. Не знаешь? Много, да? Да. Короче, кого не встретим? Все дяди, тёти, родственник, там какое-то десятое колено. Пепец просто. Отец нам уже отдаёт пакет, а я говорю, я хочу дерево посмотреть. Покажи дерево. Пойдём собирать вместе, что? Маракуйя, пайсян го. Пайсян го. Интересно, да? Разные вообще названия. Так, вот кусты эти маракуйи. А ну, дай-ка я нырну туда. Опа. Прикольно. Смотрите, как круто растёт. Он сам, сам их выращивает. Нет? Говорит, не готово. Желтоватые, вот такие типа спелые уже. Они тут почти в полный рост, а мне прям вообще нужно садиться. Ого. Ого, какой большой. Первый раз вижу, как растёт маракуйя. Очень много паутины тут. Опа. Ух. Ура, нас собирали. Мама подобрала. Говорит, можно кушать? Я говорю, ты сама кушай. Такая, иди сам кушай, типа. И ушла. Ну, давай. Хрустит, как яблоко, чтобы вы понимали. Я вообще не понимаю, что это. Что это, ребята? Напишите в комментариях. По вкусу очень пресно, хрустит, как яблочко. Ох, он нам, блин, целый мешок отдаёт. Кстати, вот в Китае это очень часто такое, что вот родственники прямо все друг друга знают. Там пятое колено, все дружные, отсылают друг другу еду. Я не знаю, как у вас, но лично у меня вообще такого нет. Я не знаю даже своего там какого-то кузена. Вообще никого не знаю в своей семье, кроме родного брата, мама, папа, бабушки. Всё. А у них там все. Давай попробуем жёлтый. Жёлтый, давай попробуем. Помой. Помыть. Красота. С, да. С, С С С, С Сахара! Сладкий. Вообще, сладкий-сладкий. Реально, вообще не кислый. Класс. Обычно маркуヤ кисленькая, а это прям вообще топ. Сейчас сезон, видимо, поэтому они прям вообще супер-супер сладенькие. Да-да. Спасибо. Я ему говорю, давайте, что денежек дам? Не, не надо, что говорит? Навалил нам маракуйю, капец Короче, целый багажник полезной деревенской еды, да, курочка? И вот это они запаривают, как в чай, представляете? Поэтому, наверное, китайцы долгожители Потому что, опять же, кушают там разные корешочки, деревья, корочки, хрящики Да все, они жуют, переваривают Все, наверное, полезные вещества, минералы имеют Чисто мама Ирис музыку слушает, с курочкой идет Я спросил, кто курочку будет убивать? Отдадим в магазин, как сказали Потому что сами, во-первых, не умеем, во-вторых, не хотим, наверное Наконец-то дома Да, очень устали, блин, уже вечереет Увидимся завтра Что-то я проснулся с дискомфортом в спине, небольшим Поэтому мы сегодня с Ириской поедем к одному местному проктологу Который очень серьезно, классно вправляет кости Такому традиционно китайскому проктологу Будет очень интересно, поехали Мы спали чуть ли не до обеда, блин, у нас распорядок дня не самый хороший Мама приготовила ужин, давайте посмотрим, что там Ребрышки с каким-то соусом Шпинат обжаренный с мясом Супчик с яйцом, водорослями и томатом Так, ну эта свинина уже, как была в прошлый раз, так она до сих пор здесь есть Я ее как-то не очень хочу есть Зеленушка обжаренная, понятное дело Ну и рис, всему голова Вот такой вот у нас стол Супчик с яйцом, водорослями и томатом Все-таки я люблю китайскую еду, но от тебя не устаешь Хочется что-то такого вестерн, как говорится В общем, посидели около часика в Старбаксе и я поработал Если вы спросите, в чем заключается моя работа Да я вот написал сценарий на короткое видео для инстаграма На английскую тематику Я вообще учитель английского языка и веду курсы английского тоже Поэтому если вам интересно, то подписывайтесь на мой инстаграм Я там делаю запуски курса раз в три месяца Дальше после этого видео нам нужно будет сделать еще другое видео Вместе с Ирис уже тоже короткий контент Вот так вот мы и работаем Сидим, пишем сценарий, потом идем снимаем Фух, записали ролик Теперь пойдем позанимаемся немного спортиком Потому что нужно поддерживать тело здоровым, в хорошей физической форме А то моя работа заключается в том, что я постоянно Оп Я говорю, а то моя работа заключается в том, что я постоянно сижу, что-то пишу сценарий Отвечаю на сообщения, работаю с учениками Надо двигаться больше Феррис, что ты делаешь? Что это такое? Для чего? Для жопы Для жопы? Да Хорошо для жопы? Я не знаю Приседай давай, ты с фигней страдаешь Это для бабушек, для дедушек Тебе нужно приседать Нет, это для жопа Да это для жопы? Таня Да Да Ну давай, работай Я, кстати, учу не только английского, но еще и ютубу Я вообще, в принципе, люблю учить людей Вот у меня, так знаете, учитель в душе живет Поэтому, если вам интересно, я оставлю ссылки в описании на курс по ютубу Полетели на массаж Полетели Так, ну что, мы приехали в какую-то супер-супер глубиночку Китая К целителю, скажем так Погнали, найдем его Если вы спросите меня, зачем решетки на окнах Раньше в КНР Китай был довольно таким бедным И здесь много воровали Сейчас воровали вообще нету Но, видите, это старые здания Решетки остались В новых зданиях решеток нет Вот так Куда? Сюда? Отец 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 массажирует, лечит, скажем так Лечит другого отца Красота Я следующий Я говорю, сключал по тебе Он не знает, как ты это реагирует Китайцы, ну, вообще не говорят Я люблю тебя, я по тебе скучал Там, как дела? Нет У них единственное, что они спрашивают Поел ли ты? Потому что в Китае раньше голодали И самое главное Поел ли ты? Если ты поел, то у тебя все зашибись Вот так вот Вот это амуниция нашего лекара Сейчас он нам будет поправлять кости Скажем так Ух Блин, я уже жду Он реально крутой Он реально крутой И недорого Я потом цену назову в конце Сам не знаю пока Но я помню, что недорого Потому что мы уже целый год путешествуем В Дырных на колесах Я уже все здесь подзабыл Раньше я здесь жил Ну, не здесь, не у него Я имею в виду в Мэйчжо Я немножечко, видимо, смущаю Пойду-ка я на улицу Ух Красота Пока ждем китайца Давайте прогуляемся по этому Старенькому райончику Посмотрим, что у них тут В Китае, как вы видите Бизнес очень легко открыть Вот просто Они здесь живут Сразу же что-то продают А вот И таких бизнесов очень много Вот в таких вот старых районах Прям постоянно какой-то мини-мини бизнес Вот здесь вот тоже мини-бизнес Здесь тоже мини-бизнес Ну, короче, вот так вот вдоль Всяй улицы будет мини-бизнес Потому что его реально легко открыть Ни-ха Ни-ха А еще, если я не ошибаюсь Если у тебя нету хорошего оборота Там, что-то там Не знаю, 100 тысяч долларов То там налогообложение вообще минимальное Поэтому открывают бизнеса И работают себе Я слышал, что в этом городе едят собак Давайте посмотрим Есть из собаки Нема собаки Только уточки и курочки Только свеженькая Честно говоря, я не очень люблю такие старые районы По двум причинам Во-первых, грязно Сами видите Во-вторых, все пялятся на тебя Реально Это чувствуется Ты просто идешь по улице И все на тебя смотрят со всех сторон Потому что обычно иностранцы в такие районы Редко заходят Да вообще иностранцы обычно живут в больших городах Гуанчжо, Шанхай, Пекин Это я такой человек, который в любую, скажем, норку засуну свой нос Или в какую-то дичь поеду Не перебираю, в общем Но что я люблю в таких районах Это то, что здесь обычно вкусно очень На самом-то деле Продают всякую вот такую фигню Но я не знаю, насколько это полезно Но вкусно И много всего Опять же, много всего Разных ларьков, базарчиков и так далее Нига На примере этого ларька Давайте я вам покажу самые необычные продукты Например, кугва Хуцай Не знаю, как это на русском будет Это у нас вуд-ир Вуд-ир Тоже не знаю, как на русском будет, на английском Это вуд-ир То есть деревянное ухо Растет на дереве Такой гриб Это у нас хурма Зеленая Пока еще не спелая Ну, тофу с самой собой Два разных вида Это я не знаю, что это такое, честно говоря Это у нас каштанчики Ммм, вкусняшка Китайцы любят зелень Тут очень много Разные-разные зелени Честно, я даже не знаю, как они называются Такая вот поджаренная Которую вот мама и Ирис постоянно такую делают Свеженькую В принципе, я реально это уважаю Потому что это клетчатка Это очень хорошо для желудка Для перечеварения Поэтому китайцы в этом плане Очень большие молодцы Так, это какая-то зимняя дыня По-моему, она так называется По-китайски это Тонгуа А, ну еще вот необычные грибы Вот, это такие вот грибы Называются Увидимся завтра Потому что они очень плохо перевариваются See tomorrow Так, дальше тут еще какие-то грибы Ну, этот, наверное, обычный гриб, да? Я не знаю Я к этому уже настолько привык Что и для меня Необычного ничего нет Пошли к массажисту Пошли к массажисту Пошли к массажисту Вот так мы и учим русский язык У него тут запах такой хороший стоит Масел разных Поправь меня хорошо Сделай так, чтобы спина Была хорошо Сейчас еще будем делать Традиционные китайские банки Ставить О, у него руки сильные Капец, больно Терпим, терпим Больно, бебец Первые там 2-3 минуты больно А потом нормально Ох, там много синяков, да? Целитель Целитель Вы, наверное, спросите, зачем это надо Я сам, честно говоря, не знаю Но лично мне Такая, знаете, легкость в спине После этих банок На пояснице уже легче Не так больно Потому что наверху Прям вообще в спецке было больно Я ему сказал Такое ощущение, что я в задом родился Сейчас такой релакс в спине Огонь Как будто бы все напряжение ушло куда-то Целитель Целитель Он еще не закончил Наложил какие-то масла Ко мне вокруг лица Сейчас мажет Пахнет вкусно Успокаивающий такой Мятный запах Как будто бы Жвачка Орбит Мятная О, начинает печь Мать, шо это сейчас было? Мне уже скрепло Просто целитель Как бы я поднялся завтра с кровати После такого Блин, как же больно он делает по шее В прошлый раз Я же не помню, чтобы так было больно Может потому что я снимаю Он такой Ну все Отыграюсь на тебя по полной Сколько прошло времени? Час где-то Даже больше Полтора Как выглядит моя спина, Эрис? Нормально? Нормально А ну да, я посмотрю Нормально, ты говоришь? Блин, жестко Нишо дошалте? А Дошалте? Чи-ши Чи-ши А, чи-ши Короче, 10 долларов, чтобы вы понимали Все это было 10 долларов всего, вы представляете? Вот Даже 11 долларов Хочется дать ему больше Но в Китае Не дают чаевых Он просто подумает, что за бред Типа, вы что? Я что, нищий? Типа, что вы мне деньги даете Поэтому чаевые в Китае не дают Особенно такие традиционные люди Вообще воспримут это Негативно Скорее всего Хирис Давай, твой черед Ты Нет? Нет? Не хочу Не хочу Не хочу Что, полетели дальше Домой Фух Реально, блин Вся спина Как будто бы сейчас Пушиночка Пёрышко Такая Такая Лёгкость В спине Жёстко Ну что, на пятый день Я целый день был занят Вместе с Ирис Мы снимали Рилс Шорт И рекламный ролик Для рекламодателя Поэтому сейчас Мы, наверное, пойдём Покушаем Стритфуд Здесь, в Мэйджот В родном городе Ирис Этот стритфуд Очень необычный Поэтому погнали Короче, стритфуд Будет позже Нас Мама Ирис Пригласила на ужин На хот-под Домашний хот-под Заехали на рынок Потому что она попросила Купить продукты Сейчас я вам покажу Что здесь необычно Вот на таком вот Уличном маркете Скажем так Так, вот мама Ирис Попросила купить это Я, честно говоря Не помню, как это называется Но это типа как картошка По вкусу Как картошка А, ну сейчас Ирис посмотрим Как это называется На русском Сладкий картофель Ну, хорошо Пускай будет сладкий картофель Я не знаю, что это Сумочка Такие вот уличные рынки В Китае Очень дешёвые Прям вообще максимально Низкая цена здесь за еду И вот если здесь закупаться То можно в месяц жить Ну, на 100 долларов Это я вам реально говорю Ну, вот допустим Помидоры Доллар за килограмм Хорошие домашние помидорки Вот такая вот цена А это ещё дешевле Где-то 90 центов за килограмм Вообще класс Ириска покупает мясные шарики Для горячей кастрюли Для хот-пота Так, тут у нас рис в листике Я вам сейчас покажу картинку Как выглядит всё это внутри Ну, понятное дело Каштаны Вот они здесь уже готовы Они готовятся при очень Высокой температуре И раскрываются сами Семечки, орешки Но это всё обычное Чё же жема? Чё это за, блин, огромное яйцо? Ага, это утка Это гусь Вовку огромное яйцо домашнее Короче, за 10 яиц Тоже там порядка полтора доллара США Так, ну драгонфрут Взяли немножечко драгонфрута Из фруктов Здесь ничего необычного нету По-моему Так, ну тут какие-то корешки необычные Я вот не знаю, что это такое Ребят, напишите в комментариях Если вы знаете Это не свекла Вот тоже какие-то корешочки Ну это всё обжаривается с миском Так, тут какие-то запечённые Перепелиные яйца В соли, смотрите Такое я первый раз сам вижу Там вон ещё листики, смотрите What the fuck is this? Что это? Что это, Ирис? Короче, какая-то разновидность Сладкой картошки Вот, допустим, ещё апельсины Да, огромные, хорошие апельсины Полтора доллара за полтора килограмма Представляете? Вообще дешёвое-дешёвое всё Закупились, пойдём кушать Посмотрим, что мама Ирис приготовила Вот такой вот китайский уголок, скажем так Кто не знает, что такое хот-под Сырые продукты на столе И они готовятся прямо на столе в горячей кастрюле Хот-под Переводится горячая кастрюля Я не успел, но всё, что в кастрюле Они закинули сырым И вот осталась рыбка у нас только И зеленушка сырая Потом будем закидывать После того, как съедим здесь всё Заметьте, кстати, этот хот-под не острый Потому что мама Ирис вообще не кушает острое Она говорит, это не полезно То есть не все китайцы кушают острое Она даже нам запрещает есть острое Если вы смотрите мои ролики То вы наверняка видели острый хот-под, который я ел Вот так вот выглядит вообще хот-под Но вот это домашний хот-под Ещё мама за здоровый образ жизни Она вот в разные корешочки В супчик добавляет травку Кору, дерево и так далее Короче, он говорит, что эта рыба Она какая-то необычная Она хрустит, как чипсы Как они говорят, я не знаю, первый раз такое буду пробовать Ирис, как называется эта рыба? Хрустящая свинина ванна Хрустящая свинина ванна Довольно, видите, она такая прям жёсткая Не знаю, будет ли вам слышно, но давайте попробуем Короче, вот такой вот звук Хрустящий, представляете? Мы едим кушу ручной едой Поехали Запрыгивай Так, мы приехали Вон там вот университет китайский И прямо рядом с университетом Такой длинный стритфуд С разной-разной едой Что-то типа нашего фастфуда Шаурмы Только нет Там будет всё другое Китайское, необычное Так, это до гастрита недалеко Но сейчас вы поймёте, о чём я говорю Так, ну встречают нас каштаны и батат Это такой запечённый батат Дальше фрукточки И прямо напротив фрукточки У нас тут шаокау По-китайски это типа шашлычки Вот тут разные-разные Кишки Рыба Сосиски Тофу Осьминог Кальмар Всё-всё-всё Вот вся таблица Менделеева Она прям здесь А вот даже, смотрите, кузнечки есть Обалдеть Красота И всё это, блин, в таком нехорошем масле жарится На самом-то деле Но мой желудок уже привык Я вам сейчас покажу, как это всё жарится Она намазывает вот так вот шашлычок А потом кидает вот туда жарится И вот она в масле так это жарит Вкусно ли это? Да, это очень вкусно Полезно? Нет Вот она потом ещё, смотрите, разрезает вот так вот Добавляет ещё какого-то масла и специй И только тогда можно кушать всё это масляное Перчёное и так далее Ну, в принципе, потом стекает вот так вот масло Но в любом случае это не так полезно Так это выглядит Ни-ха А кто это, блин? Чё она меня трогает? Ни-ха Кто это такая? Я не понял А-а-а Я помню, у неё фрукты покупал, всё вспомнил Короче, я не узнал её Когда я здесь раньше жил, я здесь покупал фрукты у неё Короче, вот такой вот у неё ларёк с фруктами Идём дальше Так, вот ещё вот такой вот ларёк у нас есть Смотрите, тут пельмени поджаривают на гриле Также у них есть уже готовые куриные лапки с разными вкусами Смотрите Я не знаю Ну, тут написано какие-то разные вкусы Ну и бургер есть И прямо напротив этой женщины Вот тут вот другие Другой вид шашлычков Смотрите, ребят Эти шашлычки маринованные То есть они не обжаренные, а сырые и маринованные Вот, тут разные водоросли Сосисоны, короче Картошка, она сырая Вот, это корень лотоса Это у нас кальмар Ты берёшь себе вот такой вот стакан И набираешь по шашлычку А потом кушаешь прям вот так вот холодным А вот ещё перепелиные яйца на палочке Соуси Это вкусно на самом-то деле Ну и в принципе некоторые вещи очень довольно полезные Типа вот водорослей Много йода Дальше у нас тут какие-то клёцки он делает Честно, я сам не знаю, что это такое Смотрите, он вот так вот клёцки нарезает в горячую воду И они готовятся Я честно не знаю Давайте посмотрим, как он приготовит Ирис, что это такое? Мясо с паудой Это, короче, мясо в перемешку с каким-то тестом А вот видите, оно приобретает другой цвет, да Так, получается, у него тут разные маринованные Это маринованная редиска, капуста и перец И вот он туда добавляет, наверное, а потом сверху эти клёцки мясные Вот тут парниша заказал Заказал? Не денлась уже Заказал, сейчас посмотрим, как у него, как это выглядит Это студент этого университета Я ему сказал, мне очень нравится здешняя еда Он говорит, мне тоже нравится Тут уже у парня вон очередь выстроилась Видимо, какая-то вкусная тема Прям в пакет Ого, блин Китайцы едят пипец просто Я говорю, дайте попробовать Интересно просто, что это такое Сейчас оно напоминает куриную грудку вообще Пахнет пельменями Блин, необычный вкус Как будто бы пельмени в тесте перемешанные с мивиной Короче, ну текстура приятная Ирис, попробуй Вкусно? Вот напротив парня сразу же другой парниша Исполняет жареную лапшу Вот Жареная лапша и жареный рис, видимо Вот такой вот китайец может сделать 5 блюд за 15 минут Все, готово Это рисовая лапша с разными соусами В общем, здесь ничего интересного Просто добавляет разный ингредиент Разную лапшу Быстро обжаривает С добавлением мяса и соевых соусов Яйца, масла Погнали дальше, короче Так, тут у нас китайские суши, ребят Это, кстати, невкусно Китайские суши невкусные, потому что суши пошли из Японии Ну, смотрите, с кукурузой, ну, бред какой-то, блин С сладкой картошкой, с колбасой, блин Короче, фигня Ну, в общем, в сушах китайцы не разбираются Но китайцам, в принципе, нравится Так, а вот это местная шаурма Такая вот, смотрите, телегу заезжаешь с телегой Баллон газовый и прямо тут готовишь Так, ну, для начала, что она делает? Она берет вот это тесто Вот это типа для блинчика тесто Размазывает по такой пластине Эта пластина достаточно горячая Сейчас этот блинчик свернется Лаваш готов, можно так сказать Ну, или блинчик Яичко тоже обязательно Дальше добавляем разные ингредиенты Сосисончики Разную маринованную гуриную крутку Мне она не нравится Наша курица в шаурме намного лучше Так, это сушеное мясо Типа, короче, кальмаров сушеных, только мясо Тоже мне не нравится, честно говоря Это горох Она добавляет сушеный тоже горох И сушеный редис Дальше ждет, пока приготовится И все, в принципе, шаурма по-китайски готова Я тут пока снимаю, девчонки на меня смотрят Ни хао Так, это соус типа солененький Я, честно, не знаю, что там Но выглядит не очень И последний ингредиент Сушеная кожа тофу Вот, разрезается напополам И вот такая вот сухая шаурма по-китайски готова Неудобно как-то получилось Короче, она увидела, что я подошел с камерой И начала готовить эту шаурму Оказывается, она ее приготовила для меня Я говорю, ну давай заплаченая Нет, не надо Оставляйте, китайцы, какие крутые Или заплати, окей? Давайте попробуем Выглядит аппетитно Я знаю, какая она на вкус Она не сравнится с нашей шаурмой Сухая, блин Но неплохо Так, шаурма горячая, пускай остынет А пока я вам хочу показать Смотрите, ребят Это тоже шашлычки Но они будут сейчас вариться в супе Вот здесь вот С разным-разным супом Выбираешь то, что ты хочешь Все это закидывается в одну тарелочку И готовится Ну вот, допустим, мое любимое Это кишочки Ой, какая красота Шашлыки в Китае могут быть жареными Вареными И сырыми холодными Маринованными Хотите посмотреть любимую еду риски? Сейчас вам покажу Что? Ну вот это Ты же любишь это? Нет Нет? Ну что ты гонишь? Хорошо, а где твоя любимая еда? Фрай-рай-судо А, жареный рис Я вам уже показывал Жареный рис Вот тут вот Она спрашивает А ты мой муж вообще? А ты мой муж? Короче, жареный рис Даже, извиняюсь Не жареный рис А обжаренная рисовая лапша Я уже ее показывал Ну ладно Ошибся немножечко А где мое любимое здесь? Мое любимое Где? Это? Не а? Да Не а? Да Нет Да Давай, найди мое любимое Так, здесь китаец готовит устрицы Смотрите, ребят Устрицы на гриле А, ну и вонючий тофу Это такой черный, вонючий-вонючий тофу Ты хочешь это? Да Ну окей А что это вообще? Тоже какая-то китайская шаурма Честно, я первый раз такое вижу Не понимаю, что это Какие-то блинчики с какими-то ингредиентами Ну бери Пробуй Не хочешь? Нужно А, она говорит Нужно похудеть Завтра Завтра здесь? Да Сегодня нужно похудеть Сегодня нужно похудеть 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 Окей, идем Так, ну что, давайте пробовать китайскую шаверму Но она на самом деле вкусна Это ничто по сравнению с нашей шаурмой Потому что, ну блин Сухой горох здесь Но вкусно Китайцы хочется на видос сделать Давай Что он вообще тут жарит? Это блинчики с устрицами Китаянки выстроились в очередь К этому омлету И говорят Давайте мы вам дадим попробовать Здравствуйте Всем привет Привет Студент для участия? Да Да Студент В общем, женщина такая Я по-моему хочу вас угостить И сейчас будут нам готовить тоже Эти омлет с устрицей Короче, они тоже меня хотят угости я уже говорю не надо так кидают устрицы зеленушку в омлет выглядит аппетитно выставляет устриц короче не знаю что что случилось нам дают бесплатно опять не знаю почему я вообще не понимаю видимо потому что я здесь стою снимаю и это привлекает внимание вокруг потому что но я необычный иностранец приехал провинциальный китай где иностранцев ну реально нету вот насыпала нам целую смотрите порцию короче женщина это говорит моего тоже подсними короче они думают что я буду сейчас пиарить тут подснимать говорит спасибо тебе сесе спасибо я не знаю что это такое честно говоря я не знаю это типа яблоко вкусно реально я не знаю что это такое я вот здесь напишу сейчас я забыл так ну горячая будем есть позже погнали дальше мы совсем чуть-чуть прошли но уже тут повторяются смотрите опять эти клетки опять у нас тут эти шашлыки с ну короче в масле китайцы мастеры копировать все так это я вроде бы как японские шарики вот так вот они обжариваются типа как наших блинчиков только круглые и там внутри там кальмарчик приветочка и так далее итак мы нашли джекпот мозги свинины в тарелочке вот в такой вот в мисочке вон они там варятся на самом деле это вкусно либо я уже становлюсь китайцем либо чё ну я реально люблю мозги эти кушать короче вот любимая ирис это вот такие вот стеклянные макароны рисовые и вот здесь они обжариваются смотрите вот это сейчас готовится это любимое блюдо ириски за 2 секунды все сделает так обжарил чуть-чуть добавляет всяких специй соевый соус снова все мешает дальше зеленушка какой-то соус не понимаю опять все мешает я посмотрел на время в записи он сделал это блюдо за 50 секунд ребят 50 секунд а вот это доставщик еды смотрите подошел к такому ларьку насобирал чего-то и вот будет сейчас отвозить кому-то вот мне интересно сколько они вообще зарабатывать как целый день ездить на этом и давайте спросим те же Curie 10 до 90 awake без Chota Осиден 12 часов большой зарабатывает 1000 долларов в месяц неплохо убийца Красавчик, улыбается. Так, ну давайте попробуем наш омлет. Вау, как будто бы отбивные, но только с морепродуктами. Очень нравится. Очень вкусно, но я уверен, это не полезно. Столько масла. А ну, Ирика, попробуй ты. Галячи. Слишком много жира. Ну что, ребят, на этом мы завершим нашу прогулку по китайским переулочкам и китайскому стрит-фуду. Погнали домой. Ирис, а поехали в китайскую крутую деревню, недалеко отсюда, 2 часа езды. Хорошо. Погнали. Доброе утро. Нам на днях пришла посылка. Это очень много вещей. Вещей от Born to be. Ириска до и после. Так вроде уже получше Ириска смотрится. Ну что, мой черед. Мама постоянно тут. Когда мы снимаем, она постоянно. А шо вы, а шо вы, а девы? Мамы все одинаковые. Куда идете? А шо будете делать? А зачем? А покушать? А то, а все. Что в Китае, что у нас мама одинаковая. Так, ну шо, я тоже приоделся. Очень комфортный костюм, вообще капец. Очень нравится. Удобный сразу такой, тянется. Приятный на ощупь. Ссылка на эту одежду будет в... Написали. В описании. Обисали. Кепочка еще такая прикольная. Также для вас будет скидка 20% по промокоду ПЕТЯ20. Ух, наконец-то мы приехали. Блин, заняло около трех часов сюда, чтобы приехать, да? Да. И оказывается, нужно купить билеты, чтобы зайти в эту необычную деревню. Ну, погнали, купим. Билет стоил 90 юаней, что равносильно 12 долларам США. Фух, но полетели, блин, уже темнеет. Сейчас часов пять, а солнце уже садится, капец. Мы заехали в древнейшую и красивую деревню, где сразу же отправились на производство зеленого чая. Фабрика по изготовлению зеленого чая. Давайте посмотрим. Ну, вот такие вот огромные мешки с зеленым чаем, с листьями зеленого чая. Вон они такие вот. Он его обжаривает вот так вот, смотрите. Пахнет здесь очень круто. Там вот обжаривается зелененький чай немножечко. Правда, здесь санитария минимальная, но да ладно. Дальше это все вот так вот скручивается, листья скручиваются, видимо. И получаются вот такие вот листочки. Ну, как мы обычно видим, такие как бы в комочках листочки. Вот так вот они, наверное, скручиваются. Вот поэтому в китайских традициях обязательно нужно промыть чай перед тем, как употреблять. То есть ты заливаешь чай горячей водой и потом первую заварку сливаешь. Потому что, видите, антисанитария, грязно, пыльно. А вот как уже готовый чай выглядит, смотрите. Ага, то есть он говорит, этот чай еще не готов, потому что, видите, слишком много вот таких веточек. Потом будет еще это все отбираться, чтобы уже были сами листочки готовые вот такие вот. Свежачок, сам здесь прямо и делает. Запах такой стоит прям вообще капец. 30 юаней стоит, вот или заплачивая через QR-код. Так как уже вечереет, мы с Риской решили переночевать здесь в отеле. И завтра с утра будем гулять и рассматривать эти необычные старинные здания. Так как мы привыкли с Риской спать отдельно, мы взяли эту комнату с двумя кроватями. И вид из окна очень крутой, смотрите. Это комната 180 юаней, что равносильно? 25 долларов. 25 долларов, да? Да. Наверху наша комната, а внизу у них прямо здесь еда под отелем. Вот что мы заказали. Курочка. Тут у нас проростки бамбука. Большого бамбука, я вам сейчас картинку покажу. Дальше тут свинина в листочке вот такая вот красная. Ирис она заказала супчик с водорослями и с мясными шариками. Рис всему голова. Целая кастрюля. Целая бочка риса. Доброе утро. Давайте попробуем чай. Ирис, сделай. Первую заварку сливаем. Первую заварку сливаем. Дай риска, сливай. Полминутки и постоит. Чаечек раскроется и заливаем горячую воду. С этими веточками, конечно. Давайте попробуем. Нет особо вкуса. Легенький-легенький вкус зеленого чая. Вот сейчас пусть и вкусим отдает этими веточками. Походу он и правда этот чай не очень-то и готов. Попробую размешать немножечко. Может быть из-за этого, из-за того, что заварка ушла вниз. О, вот сейчас прям терпкий зеленый чай. Такой прям вкусный. Вот сейчас вкусный. Пошли кушать чай в трак. Пошли. И после завтрака будем исследовать эти древние места. Наш чаедел опять делает чай. Вот такие вот круглые здания здесь в Китае. Это Тулоу называется. Тулоу. Я уже как-то снимал про это выпуск давно. Вот они делают такие круглые здания. И только с одним маленьким входом. Так раньше строили для того, чтобы обезопасить себя от воров, каких-то бандитов, животных и так далее. То есть люди живут в таком одном комьюнити. В мини-таком замке, скажем так. И сегодня мы будем гулять и рассматривать такие вот необычные старые здания. Но сначала завтрак. Да, сначала завтрак. Смотрите, какие необычные бананы. Офигеть. Давайте одну штучку попробуем. Это что еще за фигня? Я хочу завтрак здесь. Ну окей. Ириска, как всегда, лапшу какую-то заказала. С мясными шариками. Я на завтрак взял себе два яичка, а у Ирис вот такая вот лапша. Ирис, вкусно? Не знаю. Супчик. Нормально. Давайте попробуем этот необычный банан. Очень даже нравится, потому что нет такого супер приторного сладкого вкуса, как обычно у бананов есть. Не нравится. Ирис, как говорить, текстура не нравится. Ну да, она немножечко другая, терпкая текстура, но в принципе вкусно. В 20 минутах ходьбы отсюда есть невероятно огромный и старинный Too Low вот это круглое здание. Поэтому погнали, посмотрим. Ребята, это что-то с чем-то, вы просто посмотрите на это огроменное дерево. Интересно, сколько ему лет? Давайте посмотрим. А ну-ка, тут должно быть написано. Этому дереву 660-70 лет. Офигеть просто. Ириска увидела какого-то дедушку, и вот он тут продает вот такой вот тофу. Смотрите. Это мозги тофу? Да. А, Ириса уже какую-то курочку взяла, мозги тофу. Местный мужичок делает, видимо. Такие вот мозги тофу с сахаром. Вкусно. Это ginger brown sugar. Вау, очень даже вкусно. Да. Отдает таким имбирным вкусом, и не сильно сладкое. Я думал, будет слишком сладкое. Почему мозги тофу? Потому что просто это сделанное тофу, но оно очень мягкое. Знаете, такое, как мозги, короче. Вот его и назвали мозги тофу. По вкусу сладенькая желейка, отдающая соей. Чувствуется, что мужичок сделал его вот прям сегодня. Очень свежее. Вау, какая же красота все-таки. Мы как будто попали во властелин колец какой-то. Чтобы сравнить, насколько огромное дерево, я поставлю туда ирис. Ирис, подойди к дереву. Вот такая вот малюсенькая ириска. И вот такенное дерево. Офигеть. Если вы думаете, что ириска маленькая, поэтому кажется, что дерево огромное. Вот я два метра, чтобы вы понимали. И вот такое вот дерево. Блин, сегодня воскресенье. Народу что-то понаехало. Посмотрите, сколько людей. Это капец. Атмосферку не так словишь, как хотелось бы. Ну, в принципе, все равно красиво. Какой-то буддитский храм. Давайте посмотрим внутри. Мы уже практически на месте, но, блин, народу дофигища. Мужчина вот так на байке подъехал только что и привез свинину женщине. Свинина на заказ. Просто, кобец, какие они шумные. Ладно, погнали внутрь. Вау, очень красиво здесь. Атмосфера огонь. Короче, мужик такой. Хотите подняться наверх? Десятку плати вот сюда, вот, вот, смотрите. Сюда вот сканируешь QR-код, плати десятку и можешь подниматься. Ну, погнали, че уж. А, смотрите. Написано, став онли, только для става. А нам за десяточку, говорит, заходите. Ну, ладно, пошли. 10 юаня, это примерно полтора доллара. Уже, посмотрите, какой вид. Вау. Как будто бы в какую-то колизею попал. Пошли выше. Пошли. Смотрите, тут до сих пор люди живут. Вот, белье сушится себе спокойненько. И внутрь посмотреть нельзя. Ну, идем на последний этаж. Вау, очень красиво, очень. Посмотрите. Вроде бы наверх нельзя, а тут у нас все для туристов. Наверху. Говорит, хочешь, хочешь? Не, спасибо, спасибо. Спасибо, не надо, спасибо, спасибо. Магнитики. Спасибо, не надо. О, чаек продают, смотрите. Он уже подошел. О, здесь же кайнисья, кайнисья. Спасибо, спасибо, не надо. Давайте в наглую посмотрим, что у них там внутри. Ну, тут магазинчик, типа, ничего особенного. Такая вот чайная церемония посередине, и все. Это, наверное, чтобы пробовать чай и на продажу. Видите, сколько пакетов? Не до, да. Баи. Баи. О, я у него спросил, сколько тебе лет? 81 год ему. Также спросил, ты живешь здесь? Он говорит, да. Сесе. Прямо здесь вот и живет, представляете? И сразу бизнес такой для туристов. Мы вот там вот поднялись, уже сделали круг, вот такой вот. Прикол. Необычно. И всего лишь один вход, заметьте. Его легко заложить, и все. Колодец здесь есть, вода есть. Разве что едой нужно запастись, и можно прятаться от бандитов. Идея этих зданий заключается в этом. Опа, дедушка открыл дверь. Давайте глянем, что там у него. Что едят, джеллима? Вау. Я у него спросил, ты спишь тут? Он говорит, да. Не до, да. Не до, да. Дюй. Дюй. А-а-а, девяносто один лет. Представляете? Девяносто один год лет. Я же растерялся. Девяносто один год, и вот здесь вот он прям живет, его комната. Сей, 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 сей. Всю жизнь, наверное, здесь жил. Никогда это не было знаменитым местом. И сейчас тут столько народу, все приходят, владеют на него. Прямо он как какой-то статуя, блин. Короче, женщина тоже только что отсюда вышла. Я такой, можно посмотреть? Она такая, нет. Ребенок нарыгал, не хочу тебе показывать. А я хочу посмотреть, как они здесь живут. Но я чуть-чуть посмотрел у этого мужика, просто кровать и голые стены заметили. И вообще, ни ковриков, ничего. Вот уют у китайцев, такой, как у нас, знаете, там, ковры, даже на стену, блин, цепляют у нас. Вот у них такого нет. У них голые бетонные стены, это вообще нормально. Короче, говорит, покажу тебе, но не ту, а вот какую-то другую. Давайте глянем. Так, это она говорит, здесь мы вещи складируем. Ну, типа, как нашего подвала. Вот так вот с туристами здесь и живут. Как я думал, просто... Ох, как тут холодно, обалдеть. Просто голые стены, холодно. И кровать, шкаф, все. А, она говорит, нужно открыть окно, чтобы теплый воздух впустить. Реально, стены очень толстые, потому что, опять же, люди строили эти стены, чтобы защищаться. Поэтому стены прям толстые. Поэтому очень хорошо держит холод. Спасибо большое тебе, Сесе. Я говорю, как я можно отблагодарить за это? Она говорит, пошли вниз, купишь что-то у меня. Китайцы тоже. Она говорит, о, открыли дверь, давай посмотрим. О, открыли дверь. Ирис, что ты хочешь купить? Расческу? Вот такую расческу хочешь? Хао. Держи. Хао, Сесе. Это какие-то травы для носа, не внюхивать, она говорит, и хорошо для носа, вот. Она говорит, все здесь сама делаю и продаю. Чай, там, он даже сигареты делает сама, походу. Короче, она говорит, у других всего лишь одна комната, а у меня вот раз и два, две комнаты. Девушка вот тоже работает здесь, это ее дочь. Тоже женщина вот продает чаечек. Я спросил, ты живешь здесь? Такой. Она говорит, да. Ирис, как называется этот чай? Тегуани. Тегуани? Как в песне из Басты. Пуэр, тегуани, что-то такое. Погнали пробовать. Мы вроде уже такое купили, но может это другое, давайте попробуем. Мы сидим, пьем чаечек и разговорились. Оказывается, вот тот дедушка, это ее дедушка, представляете? Она говорит, моему дедушке 91 год. Я ему такие, подождите, мы только что видели, дедушку тоже 91 год. И в итоге я показываю ее в видео, она говорит, да, это мой дедушка. Представляете, какая-то судьба прям она сюда привела. Он говорит, пахнет, ты понюхай, говорит. Да, пахнет, очень свежим чаем пахнет. Прям вот как будто бы только-только сделали. Вкусно. Не могу передать, как это, типа, но это вот просто как будто бы вот что-то свеженькое пьешь. О, дедушка пришел, смотрите, дедушка пришел. Ни хао. Почему та кончила хао деньганна? Короче, мы накупили очень много чая, и вот они говорят, что вот весь этот чай здесь стоит просто для привлечения внимания. Хороший чай должен стоять внутри, потому что солнце не должно попадать на чай. Очень крутое место. Фух, ну что, едем домой, завтра забираем визу. Интересно, на сколько нам дадут визу, блин? Я надеюсь, на год, а то и два. Один год? Да. Я надеюсь. А лучше на два. В итоге, блин, на месяц дадут, и я такой, что делать, да? Ну что, пошли заберем визу. Так, получили, но еще не смотрели на сколько. Давайте вместе посмотрим. Открывай. Один год. Один год? Да. Нормально, хотя бы не на месяц, уже легче. Ребят, спасибо огромное, что провели эту неделю вместе с нами. И до скорых встреч. Вай, как я тебя учил. Лайк, коментарий, подписывайся. До скорых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok